книга открытым оком том 3 вопрос 1017 тема смерть откуда это выражение дышать на ладан что она обозначает отвечает игнарий тихонович лапкин это не евангельское изречение а бытовое к больному приглашали священника освещение как правило приходил во всеоружии риза свечи кадила ладан елей святая вода наиболее запоминающимся оказывается дым и запах его который витает и у гроба и наполняет всю комнату выражение дышать на ладан говорит что человек неподвижный лежит в комнате и дышит воздухом наполненным фимиамом из кадильницы иакова 514 болен ли кто из вас пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолятся над ним помазав его и леем во имя господня некоторые совсем уж не верующие или мало верующие все еще цепляются за жалкую жизнешку думая как-то выкарабкаться из подступившей к ним беды родственники зная их богопротивный характер и видя что болезнь и не таких поднимала из подваль начинает подводить его к мысли об исповеди и соборов они нередко такие в кавычках прозелиты в сердцах говорят что вы меня раньше времени живьем хороните я из папа еще я и без папа еще поднимусь то есть этот человек явно дышит на ладан и и вот-вот будут петь лазаря то есть читать отходную как о четверодневном братья марии и марфы приход священника с его атрибутами и в первую очередь кадилом рассматривается как заказ на смерть подведение черты а должны бы рассматривать священника как вестника жизни евангельскую трубу благовестия как часто доброму от рада лишь в слезах спокойствие в земле а счастье в небесах не вечно и тебе не вечно здесь томится утешься и туда твой взор да устремится где твой смущенный дух найдет себе покой где позабудешь все чем он терзался прежде где вера не нужна где места нет надежды где царство вечное одной любви святой андрей иванович тургенев 1781 1803 годы жизни отмечения